Продавщица наша в 7 часов вышла 8 марта до 7. Она закрыла магазин в 7 часов, вызвала такси и уехала. Ограбление они осуществляли в 21.02 по видеозаписи. Хозяева продуктового магазина в Рузаевке точно знают, кто их ограбил. Альберт Шмонькин узнал преступников по видео с камер наблюдения. Девушка-продавец из соседней торговой точки. Днем она приходила на разведку, а ночью через общий коридор вместе с мужем. Они проникли в торговый зал и похитили, говорят, пострадавшие, деньги, алкоголь и сигареты. Общая сумма ущерба больше 100 тысяч рублей. Но самое странное началось, когда Шмонькины обратились в местный отдел полиции. Сотрудники начали говорить, что видеозапись это не догазательство, что мы ничего не докажем. Они из-за этого у нас не принимали никакого заявления. Я говорю, а почему вы не принимаете заявление? Так как это будет глухарь, вы вообще ничего никогда не докажете. Это будет дело висеть, висеть и висеть. Тогда Альберт Шмонькин и его супруга провели собственное расследование. У них сохранилась даже запись разговора, в котором подозреваемые признают свою вину. Но Рузаевские полицейские все равно тянули время, а потом и вовсе приостановили дело. Сказали, что доказательств недостаточно. Тогда потерпевшие обратились в прокуратуру и в следственный комитет. Следственным отделом по городу Рузаевка, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по материалам, поступившим из прокуратуры района, о возможных нарушениях при рассмотрении сообщения о краже из магазина в городе Рузаевке. В ходе проверочных мероприятий будут установлены и проверены все обстоятельства. И по результатам проведения проверки будет принято процессальное решение. Супруги Альберт Шмонькин и Кристина Светкин утверждают, что после того, как они затеяли борьбу против рузаевских полицейских, за ними началась едва ли не слежка. Полицейские говорят, прячутся, дело стоит. А люди, которых хозяин обворованного магазина подозревает в преступлении, почти ничего не боятся. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, отнимаются? Это муж той самой продавщицы, которая, по версии Шмонькиных, украла деньги, и которую почему-то защищают полицейские. Зато соседи сразу поверили, что эта семья вполне могла бы совершить что-то противозаконное. Шум, драки, пьянки, дети, дети, вот это вот то, что мы слышим. Детей жалко. Свой магазин Альберт Шмонькин закрыл. Деньги и товар, который украли, предназначались поставщикам. Чтобы с ними расплатиться, уже после ограбления предприниматель вынужден был взять кредит. Кто и когда возметит ему этот ущерб, неизвестно. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев. Наши новости.